здравствуйте драгоценные братья и сестры в нашем господи иисусе христе хотела с вами поделиться сном который мне приснился 3 апреля мне приснилось что я с учительницей хотела разбирать исая 6 главу пророка исая в библии я дома у себя искала везде библию на русском языке потому что учительница на русском языке была и везде были только немецкие библии и я уже все обошла думаю но у меня же столько было русских библий сколько их раздарила везде и ни одной не могу найти потому что думаю ну хорошо возьму немецкую библию буду тогда переводить просто учительницы этой с которой хотела разбирать 6 главу исая тогда я открыла и интересно было вначале описывалось о том что исай увидел серафимов потом он сказал что я человек с нечистыми устами потом ему серафимы очистили уста и потом господь ему сказал говорить людям и он потом в одиннадцатом капитале ответил не капитале тогда я ответил создатель долго ли я должен это делать господь сказал дело это пока города не разрушатся и не останутся без жителей пока в живых никто не останется в домах пока совсем не пустеет земля гостой господь заставит людей уйти далеко и в этой стране останется много пустой земли но десятой части людей суждено остаться на земле они не будут уничтожены ибо они возвратятся к богу они как корни срубленного дуба и эти корни святое семя я подумала вау интересно очень ну как бы это напомнило мне сразу о откровении и потом я сразу почитала тоже 60 главу ну это как бы 6 глава и я также 60 главу тоже исай открыла и прочитала и там такое тоже очень похожее получилось я думаю прям очень интересно было здесь написано земля еще покрыта тьмой во мраке народы но воссияет над тобой господь и слава его над тобой взойдет придут народы к свету твоему придут цари к сиянию восходящему я просто сразу подумала о плане господа для его избранных как получается как из этой главы из 6 который он сказал святое семя останется и здесь также 60 начало точно также переплетается что они останутся и придут народы к свету твоему придут цари к сиянию восходящему видишь народы собираются идут к тебе просто замечательно и я потом сразу же вспомнила откровение 6 глава в шестой главе есть начале написано что первый всадник будет будет дан ему корона ну как бы мне сразу очень напоминает о молезни модной которая вот начале была и сейчас потом написано в четвертом и вышел тогда другой конь красный как огонь и всаднику было дано разрешение лишить землю мира или как другом написано переводе он забрал мир земли и дан был ему большой меч я просто подумала о том что сейчас из-за того что у нас такая глобали глобализация всего мира то раньше были там только пару княжеств допустим война между некоторыми а теперь за глобализации у нас получается что довольно таки возможно вот этот вот что по всему миру мир забран земли и просто я хотела вам сказать что если так должно быть если так написано в нашей драгоценной библии то мы просто должны оставаться абсолютно в шаломе абсолютно в шаломе потому что господь наш сказал вера твоя спасла тебя и и праведник смел как лев и поэтому нельзя ни в коем случае ничего не страшится написано что вы будете смотреть своими глазами видите возмездие нечестивым и абсолютно оставаться в шаломе в покое просто молиться господу чтобы он все это то что он запланировал понятное дело что он произведет то что все он запланировал просто я очень нашла очень странным что такое 6 глава 6 сая даже ее сколько читала никогда и не могла даже не запомнила даже никогда это именно так прям такое ударение и удивительно просто поэтому я хотела просто вам сказать драгоценные братья и сестры что пожалуйста смотри смотрите все что происходит глазами верующего что все в руках нашего драгоценного господа и что мы хотя мы живем в мире мы не от мира мы смотрим на это глазами нашего господа драгоценного мы не боимся не устрашаемся мы знаем что верен обещавший что наш господь нас спасет да и аминь потом я хотела поделиться с вами сном который мне снялся в конце февраля и я думала что этот сон для меня лично поэтому его не рассказывала сейчас мне господь сказал что это для всей невесты поэтому я его сейчас расскажу потому что это не для меня как для невеста это для всей невесты оказывается мне приснилось что я стою на лестнице якого лестницы в небе и я там стою одна и как бы мне так скучно и я как бы со ступеньки на ступеньку за ступеньки на ступеньки со ступеньки на ступеньку я как бы понимаю что очень много времени проходит я за ступеньки на ступеньку я жду 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 и ну сложный такой процесс ожидания, и я там постоянно между небом и землёй стою и жду со ступеньки на ступеньку. Ну, постоянно примерно на одном уровне. И потом вдруг по бокам появляются ангелы с трубами и начинают трубить. И потом сверху появляется драгоценный наш Господь Иисус и даёт мне руку. И мы с Ним уходим. Халилюя! Так что я просто хотела вам это дать как такое воодушевление для того, чтобы вы понимали, что мы просто скучаем, ждём, но Господь верен, обещавший, Он придёт и не замедлит. Да и аминь. Это как бы Господь и План, Его часы, Его время не наше время, Его планы не наши планы. Мы их пока не можем постигнуть, пока мы на этой земле находимся. Поэтому просто будьте абсолютно уверены в Господе, не бойтесь никаких слухов, ни военных, никаких, не бойтесь. Это всё планы Господа. Он всё это давным-давно ещё до создания мира задумал. Поэтому просто будьте сильны в вере. И, как сказал Господь наш, драгоценный вера твоя спасла тебя. Да и аминь. И ни в коем случае не сомневайтесь, ни на секунду, потому что секунда сомнений может всё украсть. Благослови вас всех, Господь, и увидимся всегда на небе. Шалом!